Добрый день! Купил на базарчике вначале вот такую вот вещь замечательную, потом такая цена у них, как я глядел, где-то 500 рублей. Ну, плюс-минус. 500 это нормально. Здесь, похоже, не хватает шарика. Сюда явно масленка смазывать. Мне кажется, должен быть шарик. Только непонятно, если шарик, то пружина получается в вал. Упирается, она же будет его стирать. Наверное, неправильно. Либо что-то я... Либо это нормально, либо я неправильно понял. Подскажите, если кто знает. Кто не понял, что это такое? Это гибкий вал от бормашинки. Ну, видимо, стоматологический какой-то. Я точно не скажу. Вот. Обычная цена, сказал, я купил за 50 рублей всего. Потом смешная история получилась. Я его смотрю, продается. Гляжу, спрашиваю, сколько стоит. Человек говорит, 100 рублей. Я думаю, ого, повезло. Надо брать, но надо поглядеть получше. Работает, не работает. Да ладно, бери за полтинник. Ну, то есть, как будто я сомневаюсь, показалось ему показалось. Вот. Но я, вот, то есть, я не торговался. Я, ну, если чист, так скажем, совесть чиста. Я не сбивал цену. Человек сам скинул. Ну, полтинник мне, ну, шикарно. Вот. Купил я к нему вот такую вот насадку. Наконечник. Но в чём оказался фокус? Фокус оказался в том, что, оказывается, есть то ли разные системы, то ли... Вот. Но он не надевается. Надо его... Ну, надо ещё что-то с этим делать. Вот здесь вот я винтик увидел, так, маленький. Ну, вот нет с собой часовой отвертки. Снять не могу, надо сейчас вот. Ну, вот. Что ещё? А, до этого я как-то купил, не помню, по чём, то ли по 3, то ли по 5 рублей вот этих боров. Боры стоматологические. То есть, он вставляется... Сейчас, надо попасть, извиняюсь, если вы полоска, да. Оп. И всё. И он вот такие. Вот. Причём этот, чем интересен угловой, то есть, он может повернуть в бок. То есть, там 4 положения. То есть, получается, он может быть наклонён, ну, как бы вот сюда, в бок, то есть, ну, только как-то туда подлить надо. Вот. То есть, вещь полезная. Ну, скорее всего... Ладно, сейчас разобрать надо, потом будем разбираться. Вот. Такие вот. Вот эти боры мне подарили, товарищ. Причём, ну, вот они, кстати, вот бывают более длинные. Я не помню, для прямого наконечника. То есть, это вот такого же типа какого-то. Такая же вот система. Давайте проверим. Мало ли, может, они не подходят. Вот. Оказывается, они... Нет. Подходят. Вот. Здесь шлифовальные разные. Ну, их можно в гравюр, в любой там, китайский, вставлять тоже. Вот. Зачем мне это надо? У меня два гравюра, и тем более я гравюровкой не занимаюсь. То есть, бывает, на низких оборотах мне не хватает мощности. То здесь можно поставить двигатель хоть... Вот у меня сейчас есть на киловатт двигатель. Могу хоть киловатт зафигачить, а не 130 ватт, который... Ну, скорее, там... Это уже дальше будет. Вот сейчас главное сконнектить наконечник с вот этой... Ну, либо скоро, всё, ничего, на среда, в субботу снова пойду на базарчик, а в дорогу попадётся. Вот. Ну, это уже другой вопрос. То есть, может быть, попадётся. Ну, с другой стороны, этот мне не надо, а мне вам понравилось, что он бывает прямой, и вот такой. Ну, вернее, разный бывает. То есть, что можно гнуть эту часть. Вот эту вот отвинчивость, и он. Вот. Так что, сейчас паузу, буду разбирать, смотреть. Ну, вот, собственно, что у нас получилось. Взял трубочку, немножко подровнял, проточил её, отрезал. Просверлил... Так, это отверстие было. Вот, просверлил отверстие. И сконнектил. Не стал растачивать оригинальный, потому что, ну, здесь, во-первых, как вы видите, он короче, возможно, его длины не хватило. Во-вторых, мало ли, может, я какой-то куплю другой шланг, может быть, куплю наконечники другие, этот захочу продать. Поэтому, ну, пускай будет... Ну, либо где-то он ещё пригодится, толстый. Алюминий, вот. Что сказать? Показать. Вот, вставил бур. Бор. Так, я думаю, не знаю, как вам видно было. Вот. Ну, как вы... Видно вам или нет? Ну, вращается он. Смазать надо, разумеется, всю эту систему. И придумать какой-то привод. Ну, пока самый простой вариант, вот, взять дрель, крепёшка. Вдарель, соответственно, если у нас дрель, сколько может давать? Ну, вот у меня есть скоростная, 7000 оборотов. И если даже один в один, соответственно, 7000, уже неплохая скорость. Если штиф сделать в два раза больше диаметра, то 14000. Это уже нормально. А так она у нас от трёх, по-моему, дрели, ну, где-то 3 с чем-то. Соответственно, в три раза больше, 9000 оборотов. Вполне нормальная скорость будет. То есть, как это прикрепляем, думаю, просто вот сюда фанерки кусок. Вот, и вот эту часть, вот так вот, вставляем. Ну, на фанерку, допустим, кусочек. Какая-то бабышка деревянная, и в ней отверстие. Ну, и, соответственно, шкив надо подобрать. Шкивочек и, ну, буквально там в него винт винтить. Закреплять в патроне. Вот. Всё. Итого у нас что? Гравёр за 150 рублей. При этом дрели 500 ватт в гравюре, в обычном китайском 135. Единственное, что здесь только вот такие можно использовать боры. Ну, это, опять же, пока у меня один. Я думаю, куплю на базаре и не только такой, но и прямой. Ну, всякие, я думаю, бывают. Надо поискать. А, вот. Что ещё я сказать хотел. Здесь, вот на этом гибком вале, вот такая вот крепёшка была. То есть, здесь надо вырезать типа окошко, чтобы оно вставлялось. И здесь вот отверстие для зацепления. Вот. Это, конечно, удобно, когда вы лечите зубы, меняете часто. Чуть-чуть там вставил, снял. А так, когда он у меня один, то, в принципе, мне хватит и одного. Ну, то есть, мне пока не надо быстро менять, на винтики меня устраивает. Вот. Перестанет устраивать, проточу, сделаю. Вот, на двух винтиках крепится. Ну, вот, буду смотреть на базарчике, что увижу, не увижу, куплю, не куплю. Вот. Ну, про привод это отдельный будет, наверное, видео. Или не будет, ну, как сложится. Вот. Есть вот такой вот двигатель. Асинхронный. Вот. Параметры. 1,21 и 0,7 А мощность. Статоры. Можно звездочкой. Можно этим треугольником. Трехфазный. А вот, по-моему, 250, как бы, это не в ЭК не относилось. А вот это вот косинус 0,79. Так что, возможно, хотя нет, раз разный ток, значит, и мощности должна быть 2. Ну, не знаю, насколько, ну, такой вот движочек есть. Рабочий. Можно сделать, чтобы не цеплять никаким длилом. Ну, уже полноценно. Ну, может быть, опять же, там можно от стиралки взять движочек. Там что-то, вот сколько. Ну, это уже сами, это уже отдельное рассуждение. Это вот, в очередной раз пригодился токарный станочек. Ну, то есть, вот отрезать. Хотя, можно было просто, он практически подходил, так, напильничком расточить. Можно было и без токарного. Ну, вот токарный был удобнее. Вот, надо гладить кота. Благодарю за внимание. Всего доброго. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok